На минувшей неделе церковь-исход города Иркутска отпраздновала день рождения. Несмотря на юный возраст, филиал успешно развивается и растет. За год все равно произошел рост. Не такой может быть большой, как который хочется каждому руководителю. Каждый руководитель мечтает о быстром росте, чтобы не было ничего, бабаха и стало, но рост произошел. Уже видно, что появляется скелет какой-то, а мясо, оно нарастет. Два года назад Остап и Светлана Кравец приехали на миссию в совершенно незнакомый город и с нуля начали церковь. Различные трудности вставали у них на пути, но твердое решение добиться цели принесло свой результат. И сегодня это полноценная развивающаяся церковь с надежной командой. То, что есть, оно стало более крепким и более с очертаниями. Расти, расти и еще раз расти. Иркутск населяет более полумиллиона человек. Местные жители открыты и дружелюбные. В городе уже есть церковь «Новое поколение». Пастор Александр Фражнов с радостью принял коллегу по делу Божьему на своей земле. Радостное мероприятие, которое я отмечаю со своими друзьями, поскольку пастор церкви, который сегодня отмечает свое день рождения, это мой хороший друг. Я наблюдаю всю динамику развития, поэтому их день рождения для меня это очень такое интересное, важное событие, приятное событие. Это событие для меня, наверное, так же важно, как и для пасторов, это день рождения. Я в церкви практически с самого начала, поэтому для меня тоже это очень радостно. Ну, это рост. Специальными гостями праздника стали старшие пасторы объединения «Исход» Алексей и Евгения Пронкины. И моя проповедь будет называться так – «Найти причину прощать». Алексей и Евгения Пронкины благословили молодых пасторов Остапа и Светлану Кровец на дальнейшее плодотворное служение. 2015 год для церкви «Исход» в городе Новосибирске оказался богатым на свадьбы. Только за последний год около 15 пар заключили брачный союз. Все это возможно благодаря тому, что церковь активно пропагандирует семейные ценности и полностью отвергает разводы. Задача церкви – культивировать семейные ценности, защищать семейные ценности, потому что сегодня идет атака именно в этом направлении. Потому что если мы не защитим семейные ценности, не защитим семью как институт, тогда придет крушение полностью во все общество. Специалисты бьют тревогу. В современном обществе происходит подмена семейных ценностей. Средства массовой информации активно пропагандируют свободные отношения, сожительства и даже однополые браки. За последний год количество разводов составило около 70% от заключенных брачных союзов. Как правило, развод несет за собой много последствий. Это боль, раны, разочарование, недоверие. И человек, приходя в новые отношения, он уже израненный, он уже не способный любить на 100%. Ну и плюс, конечно, страдают дети, изуродованные судьбы детей. Чтобы разводов стало меньше, нужен страх Божий в сердце людей. Когда человек без царя в голове, у него нет критериев добра и зла. Он делает то, что он хочет. Евгения Ильяных, придя в церковь, уже имела негативный опыт развода. Выйдя второй раз замуж, будучи верующей, ее брак также подвергся испытаниям, которые чуть не закончились плачевно. Но Евгении удалось его сохранить благодаря помощи церкви и Бога. Просто принимая решения, не поддаваясь своим чувствам, я начинаю что-то делать для Бога. И Бог потом благословляет. Потому что мы жили по-другому, у нас были другие принципы, другие решения, другие мысли. Но Бог что-то сказал, и когда я беру это слово, исполняю в своей жизни, и Бог впоследствии меняет вообще все радикально. И благодаря Господу только благодаря Его Слову, Его Закону Божьему о семье, о браке, все в моей жизни поменялось. Практически каждая семья в церкви Исход имеет два и более ребенка. Некоторые служители усыновляют детей из детских домов. Таким образом, прихожане улучшают демографическое положение России. По словам президента Владимира Путина, отказ от нравственных и семейных ценностей может негативно сказаться на стране. Только крепкая семья может стать основой сильного государства. Семья, основанная на крепких традициях, преемственности, самоотверженности, присущих нашему народу, гордость России, настоящая опора государства, залог нравственного здоровья нашего общества. Несколько недель назад церковь Исход в городе Новосибирске стала объектом нападок средств массовой информации. Секта зомбирует людей, ворует наркоманов и готовит оранжевую революцию в России. К сожалению, важное правило журналистики объективность отсутствовало в каждом материале. Закон репортера гласит, каждый участник того или иного события должен высказать свою точку зрения. Абсурдно, но факт. Ни одного вопроса пресвитерам церкви корреспонденты не задали. Мы решили исправить эту оплошность. Складывается ощущение, что эти все статьи кем-то проплачены, и кто-то журналистам навязывает, что нужно говорить и что нужно писать. Потому что если бы хоть один журналист обратился за прямым комментарием к пастору церкви Исхода, к пресвитерам церкви Исхода, или даже к какому-нибудь прихожанину, который просто посещает церковь по воскресеньям, это бы уже подчеркивал некую объективность. Протестантизм наряду с католичеством и православием считается одним из направлений христианства. С точки зрения протестантов, Христос – это единственный посредник между Богом и человеком. И спасение возможно только через веру в Него. А Библия считается высшим и конечным авторитетом по всем вопросам. Во всем мире конфессия давно признана официальной. Вот только в России протестантские церкви до сих пор называют деструктивными сектами, которые вербуют адептов для свержения официальной власти. Есть же неплохая поговорка. И вот это все рассчитано на то, чтобы люди съели всю клевету. На самом деле церковь не предназначена на то, чтобы свергать режимы или ставить режимы. Церковь дает людям спасение, спасение их души. И поэтому я официально заявляю, что церковь-исход, пресс-фитером, которой я являюсь, никогда никакого отношения к госпереворотам, оранжевым революциям и так далее отношения не имела. В России насчитывается около трех миллионов протестантов. В стране действует около десяти тысячи приходов. Эта статистика составлена лишь на прошлый год. Сможет ли американская экономика позволить себе содержать такое количество организаций? И стоит ли это того? Ведь практически все служители и прихожане любят свою родину и трудятся на благо страны. Россия – это моя страна, это моя родина. Это то место, где я родился, то место, где я живу. Для меня Россия, наверное, это отождествление моей семьи, моего дома. Сказать патриот, я, если честно, особого определения, как бы такого научно-терминовского, не знаю, но я точно знаю. Где ты живешь, ты это в любом случае любишь. Соответственно, где ты вкладываешь, ты любишь. Где твое сердце, там и ты. Я патриот своей страны, я люблю Россию, я родился здесь, живу, и она мне очень нравится. Я люблю наше правительство, руководство, которое сегодня стоит у руля. Вождь Сталин, да, в сороковые годы после войны делил мир и там использовал церковь как инструмент при дележке. Не исключаю, что со стороны американских властей происходит то же самое. Но церковь-исход за все свое существование, а я стою у истоков этой церкви, ни разу, ни копейки не получила от каких-то других источников, даже в том числе и западных. Во все времена церковь существует на десятины и на приношения людей, которые посещают эту церковь. По словам служителей, на пожертвование церковь-исход кормит и одевает бомжей, помогает пенсионерам и детским домам. Большая часть денег идет на строительство храмовых сооружений и устройство церковных структур. Это музыкальное, видеооборудование и многое другое. Интересно, как СМИ позволили себе нарушить сразу несколько законов Российской Федерации, где говорится о свободе вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию. Имейте распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Также закон не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающую религиозную ненависть и вражду. Протестантизм был и остается предметом ожесточенных споров, слухов и сплетен. Кто-то клеймит протестантов, называя их еретиками. Кто-то превозносит их принципы трудовой этики. Как говорил Иисус Христос, по плодам их узнайте их. Прежде чем судить то, чего не понимаем, может быть, стоит оценить результаты.